Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Сегодня я хочу рассказать вам про таблицы. Таблицы часто используются на сайтах для абсолютно различных целей. Раньше таблицы использовались именно для вертки сайта, то есть сайт размечался с помощью таблиц, делались строки, столбцы и создавались меню, меню слева, сайт бары, футеры, хедеры и так далее. Но сейчас, конечно же, с помощью таблиц это не делается. Это делается с помощью слоев. Об этом мы будем разговаривать немного позже. А таблицы, тем не менее, используются для их обычных целей. Давайте рассмотрим, как применить таблицу. Тег тейбл. Создать таблицу. Внутри тега тейбл обязательно должен быть тег tr. Это строка. А уже в самом теге tr может быть какое-то количество столбцов. Элемент td. Давайте сделаем, например, 3. И заполним их любым текстом. Например, 1, 2, 3. Сохраним. Давайте включим live reload. Мы видим, пока что у нас просто появились 3 цифры. 1, 2, 3. Не то, чтобы у нас какая-то таблица появилась. Но, тем не менее, это именно она и есть. Сейчас вы поймете, почему. Давайте создадим еще один тег tr. Внутри еще 3 тега td. Напишем 4, 5, 6. Сохраним. Вот теперь вы видите, у нас вторая строка появилась. И также 3 столбца. Какие есть атрибуты у тега table. У него есть атрибут align. Например, центр. И вы видите, что таблица у нас стала по центру. Также есть значение left. По умолчанию оно стоит. И right. То есть справа. Давайте пока поставим по центру. Дальше. У нас есть такой атрибут bg color. Это, как вы догадались, цвет фона. Такой же атрибут мы использовали ранее у тега body. Можем выбрать любой цвет. И мы видим, что у нас появился фон. Теперь мы отчетливо видим границы таблицы. Оставим пока цвет фона таким. Border. Граница. Здесь она выставляется просто в цифрах. Это пиксели. То есть один пиксель. Вы видите, появляется у нас граница. Давайте напишем здесь больше текста. Allure M5. Нажмем Tab. Сохраним. Давайте немного поменяем цвет, чтобы был чуть-чуть светлее. Вот так вот. И поставим вот здесь тег br. Можете его сразу запомнить. Это для того, чтобы создать нам отступ. Абзац. Но, конечно же, не рекомендую его использовать вообще в профессиональных целях. Очень редко мы будем им пользоваться. Но вот сейчас, просто для примера, я его поставлю, чтобы сделать небольшой отступ. А вообще это делается через таблицы стилей CSS. Итак, вот мы уже видим у нас таблица с явными границами. Давайте рассмотрим следующие атрибуты. BorderColor. Это цвет границы. Например, поставим черный. Посмотрим, что у нас произойдет. Черный у нас стоит по умолчанию, поэтому выберем какой-нибудь другой цвет. Мы видим, меняется, конечно, цвет, но не то, чтобы это прям очень сильно нам помогло. Меняется только небольшая часть границы. Поэтому лично я этот атрибут вообще не использую. Да, и границы в целом тоже можно не ставить. Но бывают ситуации, когда они нужны. Теперь ширина и высота. Конечно, можно их указывать для фиксированных размеров. Но вообще лучше этого не делать. Пусть таблица будет у нас сама растягиваться. В зависимости от содержимого. И еще два интересных атрибута. Абсолютно новые для нас. Которые не встречались ни в каких других тегах. Cell Padding. Это отступ от рамки до содержимого. То есть, какие отступы будут внутри ячеек. Давайте посмотрим. Поставим побольше 5 пикселей. Сохраним. Теперь вы видите, текст у нас стал посередине. Со всех сторон по 5 пикселей. Если поставим 10. Такой результат. Очень полезный атрибут. Чтобы текст не был слишком близко. И Cell Spacing. То есть, расстояние между самими ячейками. Давайте посмотрим, как это работает. Так же поставим 10. Вы видите, у нас увеличивается сразу же и граница. Наша рамка. За счет этого. Так как расстояние становится больше. Конечно же, 10 это не очень красиво. Можно поставить 3, например. Довольно неплохо выглядит. Либо же, как оно по умолчанию стоит. Один или два пикселя. В зависимости от того, как вам необходимо в данной ситуации. В принципе, таблицу создавать не очень-то и сложно. Главное не запутаться в тегах tr и td. Если вы все аккуратно и красиво будете с помощью табуляций писать. То у вас никогда не возникнет таких проблем. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать данный урок. В следующем видео уроке мы рассмотрим еще некоторые возможности создания таблиц. Дополнительные теги. Некоторые атрибуты. И уже познакомимся непосредственно с ними. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И до новых встреч в следующих видео уроках. Субтитры подогнал «Симон»!